ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Даже напротив, только укрепил свою позицию, не собираясь останавливаться на достигнутом, развиваясь и видоизменяясь. Давно обещанное обновление до версии 0.8, да, игра все еще якобы не финальный релиз, наконец-то вышла, внося в процесс не только массу мелких изменений и поправок, но и долгожданную физику. Что из этого вышло и насколько другой стала World of Tanks, вы узнаете прямо сейчас из видеообзора на Playground.ru. Трудно поверить, что среди наших зрителей могут оказаться люди, хоть раз не запускавшие танчики и не знакомые даже с их концепцией. Однако специально для этих вот не самых быстрых людей даю справку. World of Tanks это, как уже сказано, командная игра, где бойцы сражаются друг против друга командами 15 на 15, управляя танками четырех наций, русскими, немецкими, американскими и французскими. Сами машины бывают пяти типов. Легкие, средние и тяжелые танки, противотанковые самоходные установки и самоходные артиллерийские установки. Покататься можно как на древних почти что тракторах-танкетках, так и на чуть ли не современных гусеничных монстрах. Все это счастье нужно развивать, устанавливая на свою махину новое оборудование. Орудия, шасси, двигатель и прочее. Прокачивая при этом экипаж. В общем, свежая, инновационная на самом деле идея, облаченная в очень приятную картинку, завоевавшая миллионы сердец по всему миру. Ну а раз представление окончено, тормоз это World of Tanks, World of Tanks это тормоз, унесите, пожалуйста, тормоза, то можно поговорить непосредственно об изменениях свежего обновления. Их довольно много и начнем мы с самых незначительных. Ну вот, например, добавлены новые машины, три штуки советских грозных противотанковых самоходок, суровых и опасных. Появился также, во многом похоже на Черчилля, премиумный танк Матильда Блэк Принц, но это для эстетов. Альфа-тестерам тоже раздали немного техники на погонять, так что автопарк, думаю, скоро ждет еще одно расширение. Однако, эко-невидель, новые танки. Сколько их было и сколько еще их будет. Дальше. Новые звуки. Орудие теперь грохочет куда солиднее. Опасайтесь больших пушек, трепетно отрегулируйте уровень звука, а то от ракочущего рева группнокалиберных жерл недолго оглохнуть. Ну и само собой, увереннее стали звучать моторы, лязгать гусеницы, взрываться снаряды. Идем дальше. Помню, я когда-то недоумевал. Ну, есть в игре возможность закамуфлировать танк. А что толку? Никакой разницы, по пескам ли ползать в полярной раскраске или щеголять во льдах летним пестрым камуфляжем. Ничего это не меняет. Сугубое эстетство без практического применения. Но теперь же все иначе. Танк, раскрашенный в тона сезона карты, на 5% незаметнее. Всего на 5, но все же. А не угадать с камуфляжем невозможно. Если он куплен и подходит к цветам поля боя, то он наносится автоматически. Не куплен, машина выйдет из ангара в заводской нейтральной краске. Ну и давно обещанная возможность нанесения бортовых надписей не может не радовать. Конечно, по очевидным причинам генерировать самому эти надписи и эмблемы нельзя, но некоторые и без того могут поднять настроение. А вот мы и подошли к главному гвоздю обновления. Графика и физика. Переработанная система освещения, новый рендер, видоизмененные карты. Хм, а ведь и правда симпатичнее вышло. Живее, натуралистичнее, четче, сочнее. Картинка не то, чтобы кардинально изменилась, но поменялась к лучшему. Факт. Под эту визуальную радость были переделаны почти все карты. А вот новая, вернее даже сказать добавленная физическая модель, за правду меняет, если не все, то многое. Больше нет преград. Машина может съезжать со склона, не упираясь в невидимую стену. Скакать по ухавам. Зазевавшегося врага можно спихнуть с обрыва. Или нескольких врагов. Можно развернуть неприятеля, который уже почти прицелился в союзника и готовится нанести удар. Само собой, вы также не застрахованы от падений. Это очень здорово меняет тактику, добавляя в арсенал уже давно отработанных маневров новые, позволяя срезать углы и внезапно исчезать с засвеченной позиции. А вообще, тутошние физические модели могут позавидовать некоторые гоночные симуляторы. Обновление получилось удачным. Не масштабным, всеобъемлющим, а именно удачным. Даже если не брать в расчет эти вот все новые танки, камуфляж, бортовую роспись, похорошевшие картинку со звуком, одна только наконец-то появившаяся физика способна вдохнуть в уставшего танкиста энтузиазм и раздуть заново тускнеющий уже огонек интереса. Что же, самое время. Удачи и до встречи на сайте Playground.ru Танкунистка 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 Продолжение следует...